МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня вы увидите. Жить у реки без рыбы. Какую оценку действием глав рыбвода на территории региона дал глава Ненинского округа в связи с повышением стоимости на путевки для рыбаков-любителей на вылов атлантического лосося. Помогать легко. О том, какие в Ненинском округе существуют волонтерские движения и как вступить в их ряды, смотрите сегодня в нашей программе. Еще одна инициатива территориального общественного самоуправления получила жизнь. В микрорайоне Сахалин появилась аллея памяти. Ее возвели за счет средств окружного гранта. На хвойных деревьях в окрестностях Нарьинмара обнаружен нетипичный для крайнего севера вредитель. Чем он может быть опасен и как с ним бороться. Сегодня, к удивлению автомобилистов Нарьинмара, на перекрестке улиц Ленина и Первомайская заработала новая схема движения. О том, что единственный круг в центре Нарьинмара после реконструкции станет Т-образным перекрестком, городские автомобилисты, конечно же, знали. По этому поводу высказывались разные мнения. И за, и против. Сегодня утром, добираясь на работу, многие сумели оценить нововведения в городском дорожном движении на себе. Движения на бывшем круге, а теперь Т-образном перекрестке, с сегодняшнего дня регулируются новыми дорожными знаками, разметками и светофорами. К новой схеме организации дорожного движения в этом месте еще нужно привыкнуть, прежде чем аргументированно давать ей оценку. На это уйдет какое-то время. Телеканал «Север» просит автомобилистов Нарьинмара поделиться своими первыми впечатлениями и аргументами за и против на нашей странице официальной группы телеканала «Север» ВКонтакте. Какие плюсы дает новая схема движения, где есть минусы? Давайте разбираться вместе. В завтрашнем выпуске программы «Новостей» смотрите специальный репортаж по этой теме. Сегодня в рамках оперативного совещания с руководителями государственных исполнительных органов власти губернатор Ненецкого округа дал отрицательную оценку действиям Федерального государственного учреждения глав рыбвод на территории региона. Если честно, мне кажется, это какое-то очень странное решение. Меня лично оно возмущает. Причины для возмущения веские. В этом рыболовном сезоне, который стартовал в акватории реки Печора 24 июля, вылов семги и рыбы частиковых пород стал практически недоступен местным рыбакам-любителям. Без объявления, так сказать, войны, Федеральное государственное учреждение глав рыбвод, входящее в состав Росрыболовства, подняло стоимость путевок на вылов атлантического лосося для рыбаков-любителей в Ненецком округе сразу на 50%. Теперь такая одноразовая путевка для вылова одного экземпляра семги стоит 3000 рублей. Рыбаки уже и забыли, что когда-то порыбачить на семгу можно было за 500 рублей. По карману-то это бьет. 3000 отдать и еще порыбачить? Да порыбачить. Да еще бензин, плюс бензин, это обходится 5000. А поймал ты, не поймал, это денег стоит. Резкое повышение стоимости путевок на вылов стемги в Печоре возмущает рыбаков-любителей. Но, как говорится, и для рыбаков охота пуще неволи, пусть и тихая. Путевки в Наринмаре покупаются, но, как правило, не окупаются. Большинство законопослушных любителей возвращаются с рыболовных тоней ни с чем. В профильном департаменте Ненинского округа рыбакам пообещали рассмотреть этот вопрос на заседании территориального рыбохозяйственного совета. Основной вопрос о повышении цены на лицензию, то мы его с общей помощью, я думаю, решим. На заседании территориального рыбохозяйственного совета, на который были приглашены рыбаки-любители, рассматривался также вопрос отсутствия продажи разрешений на вылов других пород рыбы, о чем Михаил Ферин доложил в оперативном докладе губернатору. И второе, что их возмущает, это отсутствие продажи путевок на остальные виды рыб. Это частиковые рыбы, это щука, сих, рябушка и так далее. Глаб рыбвод мотивирует, они здесь на местах мотивируют, что нет приказа о расценках. Честно говоря, мне за наших коллег из Глаб рыбвода даже стыдно, потому что они лишили любителей рыбаков не то, что там на семгу повысили, а просто простую рыбу у нас здесь ловить. Эти же вопросы накануне поднимали активисты Общероссийского народного фронта на встречу с губернатором, который встал на защиту рыбаков-любителей. Жить у печоры-кормилицы и без рыбы для жителей Нинецкого округа это по меньшей мере нелогично. Я не понимаю экономического эффекта от повышения стоимости путевки. Более того, вы говорите, что лишили рыбаков-любителей возможности ловить рыбу. Не просто лишили, а лишили возможности тех, кто был законопослушан, кто покупал путевки и кто по правилам это делал, вот именно по тем, зачем-то это ударили. Я не понимаю, сколько там заработали денег за это увеличение на тысячу рублей, сколько сто тысяч рублей заработали наши. Это решение этих местных, вот ресурс, мне тоже за них стыдно. И больше того, я этот вопрос так не оставлю, уже написал письмо и Шостакову, и министру. И с ним буду лично разговаривать. Потому что, когда принимаются такого-то решения, может быть, в Москве они не понимают, или даже в Аркангельске не понимают, что это значит. Но надо обдумывать такие решения, которые приносят три копейки с точки зрения экономического эффекта, но при этом подрывают доверие граждан к институту вот этого контроля за выловом рыбы. Окружные власти намерены добиться отмены или корректировки решений глав рыбвода. Ольга Малыгина, Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал Север. Помощь волонтеров и добровольцев невозможно измерить и оценить. Люди, которые совершают добрые поступки, приходят на помощь не для того, чтобы получить что-то взамен. Их помощь бескорыстна, она идет прямо от сердца. Добровольческие движения в Ненинском округе с каждым годом набирают обороты. О самых популярных из них расскажем в следующем сюжете. В Ненинском округе на сегодняшний день работает 20 волонтерских движений, в которых зарегистрировано порядка 400 добровольцев. Их безвозмездная деятельность направлена как на помощь людям и братьям нашим меньшим, так и на пропаганду здорового образа жизни, благоустройства и обустройства дворов, городских улиц. Среди добровольческих акций – экологические марши и субботники. Это и сортировка мусора, это и, я не знаю, на берегах Печоры проходила акция, тоже берега Печоры прибирали. Также сейчас волонтеры из лагеря Пустозерск, они летом активно было две смены, они там также и уборкой собирались, занимались и благоустройством экологической тропы и так далее. Существует сотни вариантов и проектов для волонтерства. На сегодняшний день самым популярным движением среди добровольцев в нашем регионе можно назвать движение «Волонтеры Победы», в котором принимает участие 59 человек, в основном школьники. Впереди у активистов подготовка к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Волонтеры Победы в основном занимаются несколькими направлениями. Это помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, также это тоже какие-то событийные мероприятия. Помимо этого волонтеры Победы активно занимаются мероприятиями, направленных на сохранение истории. Это, например, различные исторические квесты или игры интеллектуального характера, риск, разум, интуиция, скорость, команда. То есть это патриотическое движение, которое направлено на сохранение истории и помощь ветеранам. Волонтером может стать любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному труду. Хотите стать волонтером? Тогда обращайтесь в ресурсный центр добровольчества при региональном центре молодежной политики Ниньского округа. Вы можете быть как и самостоятельно действующим волонтером, как физическое лицо. Вы можете обратиться к нам сюда, в ресурсный центр, рассказать, чем бы вы хотели заниматься, как бы вы хотели помогать. И мы вас направим либо в какую-то уже действующую организацию, либо будем сами с вами держать связь, приглашать на наши какие-то акции и на те мероприятия, которые проходят в городе. До 2024 года на базе ресурсного центра в рамках федерального проекта «Социальная активность» будут образованы новые добровольческие движения. Волонтеры культуры, волонтеры по поиску пропавших людей и волонтеры-медики. Медики – это те ребята, которые могут оказывать первую помощь, они проходят обучение специальное. Мы в своем центре рассказываем, как это сделать, что это необходимо, какие нужно оформить документы, и дальше помогаем эту всю историю вести. Волонтерский труд не оплачивается, но помимо оказываемой помощи волонтеры могут приобрести полезные опыты и знания в разных сферах деятельности, а зарекомендовав себя с лучшей стороны и работу по выбранному направлению. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В рамках опережающего северного завоза в районы Крайнего Севера продолжается доставка грузов, топлива и материала в населенные пункты округа. Особое внимание отдаленному арктическому поселку на побережье Карского моря Амдарме. В текущем году, напомним, здесь произошла непредвиденная для органа власти Заполярного района внештатная ситуация. Образовалась недостача топлива, завезенного в навигацию 2018 года. В апреле проблема вышла на региональный уровень. К ее решению подключились органы государственной власти Ненинского автономного округа. Управлением внутренних дел по искам муниципального предприятия «Севержилкомсервис» было возбуждено уголовное дело. Глава Амдарминского поселкового совета уволен в связи с недоверием главы региона в рамках антикоррупционного законодательства. В апреле запасов дистоплива в арктическом поселке, где отопительный сезон не прекращается и летом, оставалось на 45 дней. В конце апреля муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» организовал подвоз дополнительных 180 тонн дизельного топлива из Воркуты и Каратайки. Контроль за обеспечением северного завоза в Амдарму в текущем сезоне 2019 года губернатор Ненинского округа поручил своему заместителю Юрию Бездудному. Глава Амдарминского поселкового совета По утверждению руководителя администрации Заполярного района, не вызывает опасения на сегодняшний день весь объем работ, выполняемых в рамках опережающего северного завоза. О ходе его Олег Холодов доложил сегодня губернатору на оперативном совещании. По углю у нас практически общий процент выполнения практически 80, не завезены, не завезен уголь Хангурия и Оксина, Нерминос-Андекс, Осколково-Куя. Это северный консервис выполняет своими силами, приняв уголь сюда в порт. И на этой неделе они уже Нерминос-Андекс, Осколково-Куя, Нерминос-Андекс, Осколково-Куя на этом уголе скрывают. По морю не завезен уголь Харатайка, Варна-Куськар, но это восток, это все по графику. То есть там позже будет закрыто опасения, опасения не вызывают. Аллея памяти появилась в микрорайоне Сахалин. Ее открыли в память о земляках, местных жителях, участники территориального общественного самоуправления Сахалин. Объединение приняло участие в конкурсе грантов для территориальных общественных самоуправлений и получило финансовую поддержку своих инициатив из городского бюджета. За счет гранта общественники приобрели стенды, цветы и расходные материалы. Идея увековечить память о героических земляках в жителях микрорайона Сахалин у членов товарищества возникла еще три года назад. К ее реализации общественники подошли поэтапно. Сначала благоустроили территорию вокруг, разбили клумбы и даже посадили кусты сирени. Она, кстати, отлично прижилась, несмотря на суровый климат. На третий год у нас планировалось поставить памятный знак в честь воинов погибших земляков. Но поскольку мы арендуем это здание и землю тоже нам не разрешили поставить памятный знак, тогда мы вышли с идеей на город установить уличные стенды. И не прогадали. На стендах аллеи информация о 24 жителях Сахалина, погибших в годы Великой Отечественной войны. Фотографии героев на детских рисунках. Их юные жители микрорайона рисовали к 9 мая. Получилось очень красиво. Своими силами забетонировали, установили эти стенды. Все очень ровно, симметрично. И всем, кто приходил сюда, всем понравилось расположение и душевное понятие. ТОС Сахалин включает в себя 21 домовладение. Это порядка 30 активных участников товарищества. Кроме того, организовать досуг и другие мероприятия общественникам помогают волонтеры. Они не являются жителями микрорайона, но активно участвуют в жизни и деятельности ТОСа. Например, клуб «Рябинушка». Под лежащий камень вода не течет. Поэтому под наших членов ТОСа, если мы ходим, она вокруг нас, идея полыхает. Мы горим желанием, значит, и достигаем заветной цели, к чему мы шли. Напомним, ТОС Сахалин принял участие в конкурсе грантов для территориальных общественных самоуправлений и получил финансовую поддержку своих инициатив из городского бюджета. Изменение климата постепенно приводит к увеличению разнообразия животного мира, в том числе нежелательных его видов. Добрался до ненецких лесов и паразит Хермес Еловый. Несвойственные для заполярного климата насекомые были обнаружены на посаженных год назад в маленьких елочках на территории ненецкой школы-интернат имени Антона Пырерка. С виду яркие, напоминающие шишки уплотнения на самом деле не то, чем кажутся. Внутри каждого такого гала могут находиться до 26 личинок вредоносного насекомого. Ну, тут не бойтесь без химии, на самом деле. Самое главное – галы, которые вы сегодня видели, да, то есть мы сегодня уже видели вскрывшиеся галы, откуда уже, видимо, личинки вылезли, они как бы уже разошлись, разлетелись, они будут заселять уже другие деревья в ближайшее время. Личинки потом становятся самками, они зимуют в течение зимы, прячутся либо под деревом, либо в коре у дерева, и на следующем году уже появляются, откладывают яйца, и у нас появляются новые насекомые. То есть они в течение года могут быть даже четыре поколения разные. Насекомые негативно влияют на дерево, паразитируют на ветках, высасывают соки и замедляют рост. В результате дерево может погибнуть. Директор Ненецкого лесничества Алексей Плинокос рассказал также, что после опубликованного фото в социальной сети стали отзываться жители округа, которые видели подобное образование уже прошлым летом в лесах близ Нарьинмара. Специалисты советуют, если вы увидите такие галы на еловых ветвях, не будет лишним обломать их и уничтожить. Добавлю, информация об обнаружении следов жизнедеятельности Хермеса-Елоуго в районе Нарьинмара направлена в архангельский филиал Рослесозащиты, осуществляющий функции по государственному лесопатологическому мониторингу на территории Ненецкого автономного округа. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды, спонсором выпуска которого является компания «Ямагучи».